Украинских детей тысячи, которые ощутили на себе ужасы войны из-за фашистской, зверской России, которая пришла в Украину убивать мирное население, убивать украинских детей, убивать украинских беременных женщин, то есть неродившихся детей. И более того, ведь те пытки, которые здесь русские солдаты устраивают, но это, вы понимаете, сначала вот когда только это началось, каждый раз у меня волосы просто вставали дыбом, я не могла себе представить, что это возможно. Но я каждый раз офигевала, ну как это, в 21 веке. Вот люди, которые живут по соседству с нами, у них две руки, у них две ноги, они, ну у них... Ну вроде бы люди, да, мамы, папы есть. Ну у них есть вот такая же квартира там или такой же дом, но оказалось, что не такая же. Оказалось, что ходить на очко у них это нормально на улице. И они не понимают, когда они проявили себя армией мародеров и насильников и воров унитазов, оказалось, что они даже не знают, что такое электрический чайник, потому что воровать вот верх от чайника, сам чайник, они могут. А знать о том, что нужно еще вот этот вот диск украсть вместе со шнуром, потому что без диска со шнуром дело не будет, он работать не станет. Слушай, правда, такие были случаи? Ну эти случаи массовые, то есть это, знаете, и смех, и грех. Они даже не понимают, то есть они впервые видят электрический чайник. Это вот сюда пришло вот такое отребие, это русская армия вот такая сюда пришла. И поэтому, конечно же, жальче всего деток, которые по вине России, русских оккупантов, фашистов, по вине их руководителя Путина, они реально и психологически, а многие физически остались травмированы. И вот эта история, которая, ну, послушайте, эта история, она не прощается, она не забывается, она остается надолго, надолго, и с ней потом долго, долго работают и историки, и народы в том числе. — Скажите, вот вы говорите, пришли убивать украинцев, это очевидно. И сейчас то, что происходят, бомбежки ежедневные, это война с мирным населением, да? Он проигрывает ВСУ, он воюет против мирного населения. Хорошо, в кавычках, тем не менее, хорошо, если только инфраструктура страдает, да? Ну, мы же видим, что происходит. Зачем ему это? Я имею в виду Путина. Зачем? Ну, для чего? — Кость, от безысходности, потому что, именно потому что он не может выиграть войну. Он пытается сделать все, что угодно, чтобы запугать украинцев, чтобы сделать их жизнь невыносимой, чтобы каким-то образом... Ну, я сейчас пытаюсь вот по логике, да, простроить, что в его больной голове. Ну, больной, я подчеркну, не больной шизофренически, то есть он подсуден для международного суда, он подсуден. Он просто монстр, но он очень даже заслуживает быть и обязательно попадет на скамью подсудимых. Так вот, если простроить, что там происходит... Смотрите, на сегодняшний день с каждым поражением российской армии его позиции внутри Кремля становятся все шадче. И не только окружение уже поглядывает на него и начинает перешептываться друг с другом, чего невозможно себе было представить 24 февраля и первые месяцы. Потому что, ну, мы помним, как вели себя русские пропагандисты, как они в один голос кричали, там, да, вперед-вперед и браво всему. А потом все больше и больше оказалось, что... А что-то не получается. А кто-то, если не получается, виноватый же должен быть. Надо же этого кого-то назначить. И так потихоньку, постепенно, то по лестнице они начали подбираться к самому верху. И уже вот-вот, перебрав всех генералов, уже подбираются к главному, к Путину. Потому что, а может, это он вообще виноват, что он им всем жизнь-то тоже ухудшил? Ну, они же, естественно, не думают о мирном населении, о море просто крови, которую они проливают украинской. И они думают о своей жопе, о своих домах на Западе, о своих деньгах, заработанных на этой крови, конечно же. Ну, в общем-то, благосостояние-то их падает, и вот нужно искать виноватого. И вот эти генералы, вот эти ФСБшники, мы же видим эти пауков в банке, которые друг с другом начинают воевать. Вот вы понимаете, еще немножко, и вот этот меч злости, он может повернуться в сторону самого Путина, и Путин это прекрасно понимает. Более того, есть еще внешний фактор. Но то унижение, которое Путин испытал в Самарканде от своих, казалось бы, там, вассалов, подчиненных, ну, тех стран и лидеров, которых он никогда всерьез не рассматривал, он как на, не знаю, на подставку для ног опирался всегда на них. А тут они себе позволяют с ним разговаривать уже совершенно смотря сверху вниз. Более того, вы помните, как публично они вообще опаздывали, как они его, куда они его сажали. То есть это, ну, это публичное такое унижение. Это для него был визит позора. И, как говорят там некоторые инсайдеры, ну, в том числе, вот Иван Яковин, мы записывали интервью с ним сегодня, он считает, что в Самарканде Путину его партнеры, бывшие или нынешние, давайте сейчас не будем уточнять, они поставили ультиматум, который гласит, что до 15 ноября он должен решить, решить войну, решить вопрос войны. Причем неважно, каким образом, либо типа победить, либо проиграть, либо сесть за стол переговоров и как-то договориться. Потому что 15 ноября начинается 20-ка, и, собственно говоря, эти страны тоже страдают, ведь весь мир страдает сегодня от войны, развязанной Путиным. Ну, это факт. Потому что вот эти крылья-бабочки, которые размахиваются, эффекты, их никто не отменял. Он по всему миру шагает в полный рост, этот эффект бабочки. NFT Супер Гордон. Крыса Путин пошел гон. 15 ноября стартуют продажи моей первой эксклюзивной NFT коллекции Супер Гордон. Всего 3,5 тысячи ярких, необычных картинок, каждая из которых основана на моих мемах, которые вы хорошо знаете и любите. NFT сегодня – это не только перспективное и приятное вложение. Важно то, что часть денег от продажи коллекции Супер Гордон пойдет на покупку разведывательных супер-дронов, которые помогают нашим защитникам изгонять фашистскую нечисть с территории Украины. Заходите на сайт supergordonnft.com и следуйте простой инструкции, каким образом можно стать обладателем одного из моих эксклюзивных NFT. Кстати, на моих футболках вы видите репродукции этих изображений из коллекции Супер Гордон. Если вам нравится, заходите на сайт и подписывайтесь уже сейчас. В инстаграме на supergordonnft и в телеграме на канал Супер Гордон. Умные и продвинутые уже там. Присоединяйтесь. Ну, получается, он как бы, да, понимая это, хочет, ну, во-первых, мстит за свои поражения, во-вторых, таким образом, хочет побыстрее, да, посадить за стол. Победить у него победить не получается. Ну, никак не получается. Просто они не... Армия оказалась не только воров унитазов и мародеров и насильников в Украине, а армия, которую разворовали его же соратники. Причем на всех уровнях в России крали. И слава русской коррупции, говорю я. Да, потому что вторая армия мира оказалась... Слушайте, Путин, 20 лет пребывающий у власти в России, потративший... Ну, реально, это не сотни миллионов. Я думаю, что там миллиард точно лежит долларов, кстати, сворованных у русского народа, нефтедолларов, на то, чтобы выстроить имидж в мире свой, как... Мачо. Все боялись. Пусть обезьяна с гранатой, но с гранатой. И все же... Вы помните, когда он показывал эти всякие фильмы про супероружие несколько лет назад русское? И их обсуждали. Ну, правда, некоторые сразу военные эксперты говорили, что это мультики. Но, тем не менее, смотрите, это эффект имело и на американцев, и на западных, потому что, ну, думали, а вдруг действительно? А тут оказалось, что план взятия Киева за три дня не просто провалился, а украинская армия дает по зубам так, это их второй славной армии мира, а Путин оказался старым дедом, непонятно на что способным, который, ну, собственно говоря, просто отождествляется с вселенским злом, который, понятно, что хочет захватить и поработить весь мир. Но мир-то это понял, и мир будет сопротивляться. Так вот, победить у него не получается в сторону. Следующее. Проиграть. Ну, как проиграть? Проигрыш для Путина равен непосредственному уходу на кладбище, вот здесь и сейчас. Это понятно. Он не рассматривает этот вариант. Потому что, несмотря на то, как все говорят о том, что он готов там и умереть, и пойти до конца, тем не менее, ну, наверное, да, я не знаю, что его подчеркиваю, больной, ну, то есть вот шизн... Больной бы... Маньячный. В голове маньяк. Да, ну вот маньячный какой-то голове, не знаю. Но, тем не менее, это же соседствует с процедурами красоты постоянными. Это же соседствует с тягой к роскоши. Это соседствует к тоже абсолютно маниакальному, маниакальной заботе о своем здоровье и безопасности. Поэтому, ну, не скажу я так сразу, что он вот готов двигаться на это кладбище. Наверное, все-таки он хочет еще пожить и максимально долго, и максимально хорошо. А ресурсы-то у него есть. Поэтому, смотрите, поражения мы тоже не рассматриваем. Что остается? Переговоры. А как бы так сесть за стол переговоров, которые Путину сейчас очень нужны? Но, естественно, сесть он хочет на своих условиях, чтобы оставить хоть что-то. Ну, хоть что-то в данной ситуации, ну, давайте так прикинем, захваченные территории Донбасса, которые они оккупировали временно, и хотя бы дорога на Крым, тоже очень важная стратегическая история. Ну, и, понятно, Крым. Вот это оккупированное, он бы хотел, наверное, сесть за стол переговоров и договариваться. Ну, кто же на это пойдет? Ну, вот никто в здравом уме, при трезвой памяти, естественно, на эти переговоры не согласится. Ни Украина никогда на них не согласится. Ни мир не согласится. То есть у него в этом плане даже союзников нет, чтобы там сказать, вот, посадите Украину, там, призовите ее к порядку. Ну, пусть она на какие переговоры, но все же понимают, что преступник, гопник, насильник, который хочет убить и изнасиловать жертву, еще и призывает ее, собственно говоря, там, покаяться, сесть за стол переговоров и сказать так и надо. Ну, это нонсенс. Так не будет и так не бывает. Украине эти переговоры не нужны абсолютно. Украина может говорить только о капитуляции, правильно сказал президент Зеленский уже со следующим, с новым президентом России. Фамилия которого будет не Путин. Что у Путина остается, чтобы таки добиться этих переговоров? Вот, собственно говоря, весь арсенал, который он использует. От безысходности, от злости, от недальновидности своей, из-за того, что он вообще влез в эту большую кровавую войну. Он сейчас пускает максимальное количество ракет. Ну, послушайте, было выпущено утро понедельника, выпущено на Украину, если пересчитать это в деньгах, ракет на полмиллиарда долларов. Это за несколько часов Россия спустила в унитаз полмиллиарда своих долларов. Это я сейчас, если нас смотрят россияне, пусть они хотя бы об этом задумаются. Это ваши деньги. Это бюджет такого огромного русского города, как Екатеринбург. Годовой, друзья. Да? Вот пусть россияне, которые это смотрят, сейчас услышат. Да им донесли, да боже, гробы приходят, они видели эту маму, которая, ай-яй-яй, мой Сережа, будь ты проклята Украина. Господи, как с этим бороться? Нет, смотрите, я сейчас сознательно это говорю. Видите, гробы их не трогают. А вот Лада Калина им очень даже нравится. Они проматериальные. Видите, как им важно, сколько дадут, сколько баранов. Мы же видели, как где, в Якутии или в Бурятии, там местные власти за одного мобилизованного, одного барана дают. И они радуются. Поэтому я сейчас говорю о материальном, о колбасе, о мясе. Не о ваших родственников, от которых вы, судя по всему, хотите избавиться. Ну, не знаю, пьют, бьют. Кстати, тут тоже ведь интересный момент. Вот смотрите, те немногие выжившие русские, которые вернутся назад в свои семьи, в Россию, домой, Вот опять же, возвращаясь, обращаясь к россиянам, которые нас смотрят. Вы же не думаете, что они будут вести себя как-то по-другому, чем они вели себя в Украине. А в Украине они приходят сюда, чтобы пытать, убивать, издеваться над украинцами, над мирным населением. Уже просто тысячи часов перехватов публикуют постоянно украинская служба безопасности, украинская разведка с разговорами оккупантов со своими родными, с матерями, с женами, где они в подробностях хвастаются, какие пытки они применяют к мирному украинскому населению. Ну а те вас тоже наслушают. Так я вот хочу сказать, вы должны понимать, что человек, нет, животное, ну жалко животных, ну давайте это использовать. Животное, которое один раз вкусило кровь, оно никогда больше не остановится. Те немногие, еще раз подчеркиваю, кто сможет вернуться домой в Россию с украинского фронта, они продолжат свое жуткое дело по продуцированию насилия у вас дома. Они будут бить, они будут насиловать, они будут издеваться над своими женами, над своими родителями, над своими детьми, над всеми родственниками. И это будет в несколько раз усугубляться тем, что там еще добавятся посттравматические синдромы, там добавится безденежье, там добавится пьянка, там добавятся еще какие-то увечья, неспособность что-то делать, мы понимаем, да? Поэтому, если вы думаете, что они туда идут, чтобы превратить в ад жизнь украинцев, нет, они будут возвращаться и превращать в ад вашу жизнь. Поэтому не отпускайте их на эту войну, держите их руками, ногами, прячьте. А не нужны, не нужны, не нужны. Было же такое, да, кто-то, я не помню, кто говорил, из россиян тоже в одном из интервью, что, по-моему, Гонопольский, не из россиян, значит, неважно, он говорил, что все равно, как они относятся к этой мобилизации? Ну, в какой-то глухой деревне он или сопьется и в Канаве умрет в грязи, да? Или он хоть поедет, его там завалят, ну, хоть дадут Ладу-Калину. Вот какое отношение, вот об этом речь. Именно на это они и рассчитывают. Но я сейчас говорю о том, что некоторые из этих, которых не завалят, как хотят их родственники, они вернутся. И вот тогда они начнут заваливать всех вокруг. Потому что они поймут, что такое безнаказанность, понимаете? Скажите, пожалуйста, украинцы, когда вот идет зима, когда бомбят по инфраструктуре, как настроены украинцы, по вашему ощущению, в большинстве своем? Может быть, уже меняется число тех, кто увеличивается, число тех, кто хочет переговоров? Черт с ним, пусть забирают этот крыль. Да, вы знаете, вот те, кто задают такие вопросы или просто говорят об этом, честно, они не понимают украинцев. Вообще это еще больше мотивирует. Вот поверьте, ну, то есть мы же понимаем, что решается наше будущее и будущее наших детей. Мы же понимаем, что это вопрос определения существования нас, как народа, как нации, как государства на века. И для нас мы защищаем свое, мы боремся за свою жизнь и за жизнь наших семей, за нашу землю, за наши дома, за наше все, это же все родное. Поэтому о чем вы говорите? Какие переговоры? С кем? С фашистским уродом? С его армией недоделанной? Да нет, конечно. Все, ну, знаете, наоборот, если вы почитаете, сейчас зайдете в украинские соцсети, ну, все настроены, очень злые, конечно, это мотивирует, но все так, шуточки всякие начинаются, мемчики на эту тему, когда, условно говоря, вот сейчас образ украинца, ну, нынешнего, да, вот как это все выглядит. Там вокруг все взрывается, сзади все апокалипсис, а украинец идет свежий, радостный, с чашкой, с упаковкой бумажной миндального латы, и не прекращаются никакие в это время деловые переговоры. Или как, знаете, сейчас у нас тут воздушная тревога, сейчас, секунду, секунду, я сейчас перейду из одного укрытия в другую. Нет, ну, я вам серьезно говорю, смотрите, это же, вот, ну, это, на самом деле, это все очень ненормально, вот то, что сейчас произносится, но это та реальность, в которой мы вынуждены жить из-за сумасшедшего уродского соседа, понимаете? И да, у украинцев сейчас такая реальность, но мы понимаем, ради чего мы боремся. Мы понимаем, что очень важно, чтобы наши ребята, наши девчата, которые на фронте, непосредственно на передовой сражаются, чтобы они могли это делать, очень важно, чтобы вся страна работала, чтобы был крепкий тыл. Почему не закрываются бизнесы, почему под обстрелами, под бомбами, под работой ПВО работают цветочные магазины? Почему украинские банки, слушайте, у украинских банков, у которых сейчас, ну, понятно, воздушная тревога, остановка, вырубается электричество, попал куда-то русский снаряд, вырубается интернет, ложится, воды нет. И при этом украинские банки работают по сравнению с европейскими банками быстрее, надежнее, более клиента-френдли. Ну, я вам серьезно говорю, да, и как часы. То есть не останавливается ничего. Люди просто понимают, что сейчас нужно перетерпеть, вспоминают какие-то свои навыки из детства. Вот когда были 90-е, ну, все же прошли это тяжелое время, там, конец 80-х, 90-е, когда буржуйки какие были. То есть каждый будет выживать и помогать другому выживать, как он имеет. Кроме того, что, естественно, государство готовит ряд программ. Кроме того, что люди, вот я начала говорить о разных фронтах, да, люди разных профессий, которые работают в Украине, они все герои. Ну, смотрите, электрики. Электрики, которые работают под обстрелами с первого дня войны. Кстати, сколько уже погибло, ну, вот яркий пример, компания ДТЭК, одна из самых крупных в Украине. Они продолжают под обстрелами, едут, восстанавливают эти линии, только буквально взорвалось, они тут же уже приехали, они все восстановили на машинах. А медики какие, а пекари, а слушайте, а новые бизнесы открываются. Вы знаете, что вот у нас идут обстрелы, а мне вот сейчас присылают из Смельницкого, только рядом несколько дней назад у него бомба упала, один из бизнесменов. Там, ну, осколки. А он мне присылает сегодня, как у него стройка не останавливается, а он новый ресторанный комплекс строит. Он еще, он злее становится, его рабочие лучше работают. Он говорит, ну, не хочу сейчас в эфире у нас выражаться, но хрен им они Украину. То есть это все так делают. А сколько в Киеве открылось новых ресторанов за это время? Это представляете себе на фоне того, что идет война, каждый день воздушные тревоги, обстрелы, и они же не только по объектам инфраструктуры стреляют. То есть они стреляют куда попало, они стреляют в жилые дома, они убивают мирных граждан, и это происходит. Это же, ну, это не шутки, это видит весь мир. Это, кстати, война, вы понимаете, что еще интересно? Ну, почему еще не смогут избежать наказания Путин и вся его команда? Потому что эта война, она самая задокументированная война в истории человечества. Она же происходит практически в прямом эфире. И тут уже не можешь сманипулировать или скрыть что-то. Ну, понятно, что эти все рассказы про Бучу, это вы сами, но это, ну, расскажите еще кому-то. Все же, все есть доказательства, видео, фото, все под спутниками, слушайте, в прямом эфире происходило. Видно же, видно же было даже эти пытки, которые и пыточные, которые они устраивали. Там наши ребята, которые военные, да, зашли первые в Бучу после того, как там орки были. Ну, они мне рассказывали лично о том, что вот где пыточные там устраивали, там просто из крови на земле холодец стоял. И он не проходил. То есть вы представляете, скольких людей там забили, это мирных жителей под Киевом, под столицей Украины. Нет, я, честно говоря, не представляю, потому что я не могу себе это представить. Хорошо, Олесь, спасибо за это, вот, за такое, так сказать, погружение в украинскую действительность, потому что это чрезвычайно важно. Мне иногда неловко, когда мы начинаем забывать об этом. То есть мне неловко, когда кто-то, например, из белорусов, да, или там, скажем, тех, кто там, русские какие-то, которые убежали, которые против войны, они говорят, ну, боже, как нам это все надоело. Я думаю, ну да, вот только украинцам не надоело. Нам-то, конечно, а украинцам не надоело. Они радостно воюют. Ладно, ладно. Беларусь под оккупацией? Ну, Беларусь близка к тому, чтобы быть под оккупацией Путина. Сейчас Беларусь не под оккупацией. Сейчас Беларусь пожинает плоды своей, к сожалению, нерешительности, ну, белорусы, я имею в виду, нерешительности и не, ну, с мягкости, что ли, слишком, да. Когда был исторический шанс, исторический шанс прогнать диктатора, дать ему по зубам, и, в принципе, он на волоске уже висел. Судя по действиям, которые тогда происходили у вас, ну, я думаю, что Лукашенко сам в шоке был от того, что ему удалось выстоять. Вы вспомните, как они боялись, да, вот период был. Но, к сожалению, тогда не дожали, а сегодня за эту нерешительность белорусов расплачиваются не только белорусы, которым дубинки массово в задницы засовывали, да, и засовывают, продолжают в тюрьмах белорусских. А расплачиваются украинцы сотнями жизней, потому что с Беларуси, как с полигона сегодня, просто как у себя дома запускаются эти самые самолеты, которые сбрасывают бомбы на мирных украинских граждан. Ну, это ли не оккупация? Поэтому я вам скажу, что это такой вопрос, причем, вы понимаете, вот я делала интервью, недавно буквально мы делали интервью с руководителем, с командиром полка Кастуся Калиновского. Это белорусский полк, который воюет в составе вооруженных сил Украины, и он практически мононационален, то есть там воюют, практически, наверное, процентов 97-98 это белорусы. Ну, конечно же, если бы такими, как эти ребята были все белорусы, я имею в виду по духу, да, но это было бы счастье, потому что не смог бы Лукашенко захватить власть после выборов. Так вот, что мне говорил Денис Прохоров, это мы с Денисом говорили. Потрясающий, конечно, парень, который воюет давно, воюет он еще, он был в составе Азова, легендарного украинского Азова, сейчас он возглавляет полк. И вы понимаете, он, вот я с ним согласна, да, с тем, что он говорит, почему Лукашенко не вступает, вот сейчас вот он по максимуму пытается открутиться от Путина, чтобы не вступить уже конкретно в войну, ну, официально, потому что неофициально он с первого дня там участвует, а вот чтобы не вступить официально и не объявить мобилизацию у себя, не начать собирать белорусов на фронт, и, соответственно, чтобы не пошли в Беларусь уже гробы с белорусскими гражданами, потому что это может спровоцировать вот тот самый процесс, когда белорусы, а белорусы это не россияне, это два разных народа, это две разных ментальности, как и украинцы, это третий, совершенно разный, то есть кто этого не понимает, но это приводит потом его же к очень плохим последствиям, поэтому, ну, лучше сразу с этим определиться и на этом стоять, и от этого, собственно говоря, плясать. Так вот, Денис говорит о том, что он считает, что если Лукашенко погонит на войну белорусов и начнет собирать белорусов, то белорусы, взяв оружие, развернут эти штыки против Лукашенко, и они пойдут сносить Лукашенко. И тогда, вот здесь я поддерживаю абсолютно Дениса, русская армия, когда Путин его спас, же Лукашенко, он тогда своей армии помог подавить все протесты. Вот сейчас уже Путин, ну, он, может, и захочет, потому что он себя будет спасать, опять его спасать, но я боюсь, у него сил не хватит, вернее, я не боюсь, я хочу этого. И я предполагаю, что так это может и быть, потому что у него-то, ну, если он из Сирии начинает, Путин, забирать свои войска вместе с техникой, вы понимаете, да, перебрасывать, у него реально мяса не хватает, тем более мяса какого? Мяса подготовленного. Мы же видим, что мобилизацией они занимаются, но они бросают в топку этих своих русских солдат после одного, двух, трех дней тренировок, учений. То есть они вообще ни к чему не приспособлены. Более того, у россиян сейчас самая большая проблема это с офицерским составом, со средним офицерским составом, то есть с теми, кто подготовлен и более-менее умеет воевать. Поэтому если сейчас у Лукашенко под носом начнутся бунты, Путин не сможет ему помочь армией или силами такими конкретно, но тогда ему нужно будет с Кремля разве что брать, да, из своей нацгвардии, из кадыровцев перебрасывать. А я думаю, учитывая ту ситуацию, в которой он находится у себя там дома, очень шаткую, он этого делать не будет, потому что он может оголить свои фланги. И вот здесь понятно, почему Лукашенко до последнего как уж на сковородке вертится. Видимо, я так думаю, что все-таки опросы они проводили общественного мнения. Видимо, эти опросы показали, что белорусы не хотят идти воевать. Они понимают, ну в большинстве своем, в отличие от русских, наверное, понимают, что это не их война, им нельзя туда соваться. Потому что, ну во-первых, жить хочется, а во-вторых, ну это же несправедливая захватническая война. А я вам скажу, я недавно смотрел, буквально сегодня вот ехал на работу и смотрел, где-то попадалась информация о том, что вот такой график, если представить себе, да, уровень поддержки России в войне с Украиной, ну среди белорусов, разумеется, он вот с февраля вот так, как пикирующий самолет. И на сегодняшний день там есть, конечно, люди, есть, довольно, ну я не скажу существенная, ну, наверное, в количественном выражении существенная цифра, но вот этот график вот-вот прям вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз. Не знаю, что уж так, что уж на это влияет так сильно, учитывая там нашу эту белорусскую пропаганду адскую, но вот так есть, вот так есть. А скажите, а в Беларуси вообще есть какие-то, вот добивают туда какие-то YouTube-каналы, ну вот свободные? Конечно, мы же вещаем на Беларусь, конечно, YouTube-каналы, Telegram-каналы, все есть. Но белорусы, понимаете, Олесь, когда вы вот говорите о том, что не хватило жесткости и все такое, тут же вспоминается, во-первых, как Арестович тот же говорил, полк Калиновского, тут же вспоминаются эти ребята, которые, не щадя себя, да, устраивали эти подрывы на железнодорожных путях. И они там сидят и получили огромные сроки сейчас. То есть, когда мы, белорусы, не можем представить себе, что такое война, я смеюсь сказать, что, наверное, вот вы, например, вы не можете себе представить, что происходит сейчас в Беларуси с точки зрения репрессий. То есть, это каждый день десятки, сотни людей подвергаются пыткам, издевательствам, причем циничным, только за то, что, например, ты, ну вот, недавний случай, человек поставил лайк под постом, где кто-то поддержал Украину. Лайк, просто один лайк, там четыре подписчика у того, кто это написал, этот вот пятый, вот он лайкнул этот пост, и за ним пришли, он сейчас пишет покаянное видео. То есть, уровень репрессий таков, что, я вам скажу, что, ну, Иосиф Виссарионович нервно курит в стороне. Поэтому, и при всем при этом, под этим уровнем репрессий, вот вы еще эти ребята, которые там рельсы взрывали, да, еще кто-то, кто умудряется что-то где-то там говорить, и как-то донатить украинцам, помогать, то есть, ну, я просто, понимаете, я хочу, чтобы вы это тоже слышали. Да, я вам отвечу на это. Смотрите, да, я это понимаю, но я понимаю, что есть причина и есть следствие. И если бы украинцы в свое время не выходили на Майдан, если бы украинцы в свое время не выгнали Януковича, мы могли бы сейчас точно так же оказаться, как страна, как государство, как сегодня белорусы, в лапах тоталитарного, жесточайшего режима человека, преступника, который, по сути, узурпировал и захватил власть. Если бы мы до этого довели, мы лично, как народ, как те, кто, собственно говоря, делегирует кому-то эту власть. Но украинцы, вы помните хорошо это, они имеют свойство не терпеть и не ждать, потому что мы очень резко, очень, ну, как это, знаете, есть такое слово хорошее, идеосинкразия. Мы не можем терпеть несправедливость. Вот когда мы видим насилие или несправедливость, мы реально выходим на Майданы, мы не боимся, мы готовы терять. Слушайте, на Майдане тогда, вы же помните, погибла небесная сотня. То есть украинцы, они не останавливаются. Многие люди выходили, понимая, что с ними может что-то случиться, что их могут бросить в тюрьму, когда режим был жесткий, когда этим украинцам было что терять. Но здесь не хватило. Почему я говорю не хватило? Потому что белорусы, вы помните эти кадры, когда белорусы становились во время самого такого разгара протестов, когда была, ну, реально в ваших руках была сила, и мы всей душой поддерживали это, потому что мы с замиранием сердца смотрели, мы хотели, чтобы Беларусь освободилась. Но невозможны такие, такие фальсифицированные выборы. Это нельзя делать, если у народа есть воля, ее нужно уважать. Лукашенко решил захватить эту власть. Народ ведь решил по-другому. Так вот, когда в разгар протестов белорусы начали становиться на лавочке, раззуваясь. Вот для меня это был знак. Это был вот знак такой, я хорошо это помню. Я думаю, ну, как же, то есть понятно, да, но это опять же, это особенность народа. Поэтому здесь я сейчас не хочу даже входить в эту дискуссию, там, и говорить о том, вот, понимаете, есть хорошая, хорошая такая история с тем, что сейчас не время. Да то, о чем вы говорили немножко выше, когда вы говорили о том, что там некоторые российские оппозиционные деятели говорят сейчас, ой, как тяжело, ой, что-то нам там, война уже надоела, мы тут вообще сидим где-то в Европе, но при этом нам там счет заблокировали в банке, нам очень тяжело. А они забывают, что сегодня происходит в Украине. Потому что вот на фоне этого, ну, честно вам скажу, все остальное вообще не имеет, ну, не имеет вообще невозможно сравнивать. Почему? Потому что Путин поднял уровень жестокости, агрессии, зла, которые он творит в Украине, до таких масштабов, что, вы понимаете, вот даже здесь, ну, невозможно сравнивать или тягаться. Слов нет, просто нету слов, понимаете, Кость? Поэтому я здесь не хочу, я единственное, что хочу пожелать белорусам, вот если вы сказали, что нас смотрят в Беларуси. Нас смотрят именно в Беларуси, да. Я хочу пожелать белорусам стойкости, мудрости и чувства, обострения чувства самосохранения. Потому что вы должны понимать, что ваше самосохранение, то есть сохранение ваших жизней и жизней ваших детей, ваших внуков, сегодня состоит в том, чтобы сбросить этот диктаторский режим и установить демократическое, поставить демократическое правительство и демократически провести выборы. И вот тогда, тогда и Украина обязательно поможет Беларуси, потому что победа Украины, послушайте, это победа всего цивилизованного мира. И я уверена, что в Беларуси хотят большинство белорусов, чтобы Украина победила. Но вы тоже должны для этого что-то сделать, и вы должны у себя дома навести порядок. Потому что, понимаете, вот чем больше сейчас фронтов у России с разных сторон, потому что Россия натворила столько несправедливости по отношению к разным странам. Она забрала, как, не знаю, там этот слон в посудной лавке, она столько всего разломала, она столько территории у разных стран украла, что если бы сегодня все те, кого обидела, даже когда-то давно или недавно Россия встали в полный рост и об этом заявили, то мы бы, конечно же, все вместе намного быстрее одолели Россию. А так, сегодня, конечно, есть одно главное поле боя, где украинская армия просто, ну, герои борются с врагом. Спасибо нашим западным партнерам. Спасибо за то, что нам дают оружие, конечно же. Спасибо за то, что дают финансовую помощь, поддерживают. Я всегда говорю за это спасибо, потому что это очень важно, это крайне важно сегодня в нашей борьбе. Но, тем не менее, если бы таких фронтов было больше, победа была бы быстрее. Вот вы говорите о том, что в Украине, мы даже не можем представить себе, что там происходит, да, не видя этого изнутри, ну, собственно, для этого, для этого мы попросили вас об интервью, потому что мы время от времени приглашаем украинцев, чтобы услышать то, что говорят украинцы, да, не рассуждать там в каких-то абстрактных категориях, вот там они хорошо к нам относятся или плохо, а услышать то, что... Я, кстати, допускаю, что то, что вы сейчас говорили, очень не понравится нашим зрителям, но это уж, да, как говорится, хозяин барин, понравится, не понравится. Я надеюсь, что это заставит многих наших зрителей задуматься, просто задуматься, не верить пропаганде русской, белорусской, а задуматься. Это очень важно. А почему, как вам кажется, вот такой вопрос, который я часто встречал от белорусов в соцсетях, почему после 20-го года Украина, вот ваше мнение, при всем том уровне насилия, которое вы наблюдали со стороны, радостно продолжила торговлю с Лукашенко, в общем, по всем направлениям, и не было... Ну, я думаю, я думаю, этот вопрос нужно задавать не мне, я думаю, что нужно задавать тем конкретным структурам, властным структурам, которые продолжали сотрудничество в разных сферах. Я думаю, что это происходило, потому что они хотели... Ну, логично это можно понять. Они хотели со страной, с которой тысяча, больше тысячи километров совместной границы, каким-то образом обезопасить и, собственно говоря, сделать так, чтобы то обещание, вот тоже, ну какой лжец, то обещание, которое Лукашенко превселюдно на многомиллионную аудиторию дал в интервью Дмитрию Гордону еще до выборов, когда он сказал, никогда, никогда с белорусской территории не пойдет ни один российский танк, ни один военный на Украину, никогда этого не будет. Так вот, я думаю, что они как раз хотели, учитывая то, какой фронт у нас идет настоящий, с 2014 года, ведь война-то началась, когда люди начали гибнуть, когда у нас территории забрали, война-то началась с Россией не в 2022, это уже масштабная, полно масштабная. У нас-то это все с 2014 года, поэтому в этом смысле я думаю, что здесь просто они пытались, пытались хоть каким-то образом минимизировать для государства Украины риски. Ну вот, а закончилось все тем, чем закончилось, вернее, да, пришло к тому, к чему пришло. Как вам, как вам кажется, вот два этих диктатора, как они кончат? Что один, что второй? Что Путин, что Лукашенко? Очень плохо. Вот интересно. Очень плохо. Ну, посмотрите, вариантов никаких не вижу. Есть историческая закономерность, есть, ну, есть законы природы, которые никто не отменял. На морозе вода замерзает и превращается либо в льдинку, либо в снежинку, но она не остается водой. Вот то же самое здесь. Есть преступление, обязательно будет наказание. Мы с вами сегодня не знаем, когда и каким будет наказание для этих людей. Но то, что оно будет, и оно будет очень суровым, по заслугам этим людям, этим двум диктаторам, это вот, поверьте, ну, 300%. Ну вот, смотрите, Шайтельман, знаете же вы такого журналиста, политтехнолога, да, он нам в интервью сказал, что, учитывая изворотливость Лукашенко, он еще после всего, когда уже не будет Путина, и когда установится демократия и мир во всем мире, он предъявит бумажку, что я был вообще-то тут представителем ЦРУ, все это время оберегал Беларусь от войны, и выкрутится даже, когда режим Путина падет. Вы в это не верите? Не сомневаюсь, что у него такая бумажка есть, и не только от ЦРУ, а от МОСАДА, МИ-6, еще от других организаций. Нарисовал он их сам, лично, и подписал, но эти бумажки ему не помогут, он может рисовать любые бумажки. Нет, конечно. Смотрите, есть, но всегда есть определенная мера, всегда есть определенная черта. Пока ты до нее не дошел, возможны варианты и компромиссы. Да, возможны, особенно в большой политике, она цинична, она прагматична. Мы знаем примеры. Но учитывая меру зла и масштаб этого зла, на который пошел Путин и его соратник и подельник Лукашенко, вот такие истории с договорами, они невозможны. И здесь опять обращаюсь к белорусскому народу, от белорусов будет тоже зависеть, тоже зависеть, и в первую очередь, то, чтобы Лукашенко не смог уйти от правосудия. Это очень важно.